Здравствуйте дорогие друзья, с вами Виктор Быстров, автор сайта поэкбыстро.ру Из этого короткого ролика вы узнаете, что делать, если ваши авторские права нарушены, как подавать жалобу и как YouTube борется с нарушением авторских прав. Я не думал, что мне придется этим заниматься, ведь я не певец, не музыкант, не писатель. Пользователь YouTube MaxSoft разместил ролик, изменил его название, немножко укоротил и вот уже почти год имеет отсмотров этого ролика. На следующий день я обнаружил еще два ролика, размещенные другим пользователем YouTube, Святославом Сидуловым. Решение подать жалобу. Возникло сразу. Правда я не знал, как это делать, пришлось немножко поэкспериментировать, оказалось, что это очень просто. И сейчас я вам расскажу, как это делается. Вы увидите пример подачи жалобы на Макса Софтова. Находите под роликом, который нарушает ваши авторские права, кнопочку «Еще», нажимаете ее, выбираете пункт меню «Пожаловаться» и отвечаете на вопросы, которые появляются на экране, выбирая подходящий пункт ответа. Кроме ответов на вопросы, понадобится скопировать и вставить в соответствующие окошки ссылки на ролики, которые вы требуете удалить, и свой, и на тот, который является оригинальным. Ютуб поблагодарил за заявку, очень быстро отреагировал и через несколько часов удалил эти ролики. Результаты борьбы за мои авторские права вы можете посмотреть на сайте в разделе «Обо мне, что у меня воруют». В заключение хотелось бы выразить благодарность и признательность Ютуб за защиту от прав авторов.